Праздничный концерт Нашу, десятого непромокаемого батальона, любимую. Праздничный концерт Горит и кружится планета Над нашей Родиною ты И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все бессилено Сомненья прочь уходят в ночи отдельные Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон И вот такой раз Следит другой приказ И почтален взойдет с ума Разыскивая нас Сливает красная ракета И отруремен не утоми И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет какой светильный И слез бессилен он Сохренью прочь уходит ночь отдельный Десятый наш, десятый батареон Десятый наш, десятый батареон От русской орла война нас довела Доставок вражеских ворот, такие брат дела Мы не будем скопить в это И не поверить за сами От речи нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет какой светильный И слез бессилен он Сохренью прочь уходит ночь отдельный Десятый наш, десятый батареон Десятый наш, десятый батареон Десятый наш, десятый батареон Десятый наш, десятый батареон Добрый вечер, дорогие ветераны Добрый вечер, уважаемые гости 70 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года Нам есть что помнить Сменилось не одно поколение Но мы по-прежнему помним Какой ценой досталась нашему родину Нашему народу победа И вместе с ветеранами Отдаем дань уважения этому великому празднику Сегодня мы с вами вспоминаем Песни военного и послевоенного времени Песни военного и послевоенного времени Десятого утром Остыва Десятого итого Десятого ядата Десятого-п Brent Песни военного и послевоенного Десятого л Mo 불� цельского Десятого Десятого Слово старых друзей узнают, Хоть и мне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти. Это ты, лучший путь, Поднимались как один Тех, кто брал Берлин. Нет в России семьи какой, Где мне память отбыл свой герой. И глаза молодых солдат С фотографий купят шеплият. Этот взгляд словно высший слух Для ребят, что сейчас проснут. И мальчишкам нельзя Ни солдат, ни обмануть. Без пути сверху, Без пути сверху, Без пути сверху. Без пути сверху, Без пути сверху. Руководитель и дирижер Мария Герасимова. Концерт-местер Дмитрий Белов. На сцену приглашается Глава Пушкинского муниципального района Александр Вениаминович Тропин. И на сцену приглашается Директор Дома культуры Пушкина Данил Викторович Бакин. Добрый день, дорогие ветераны, труженики Тейла, гости, дорогие пушкинцы. Вся страна замерла в ожидании. Ждем празднования самого любимого, близкого всем праздника. Праздника Победы. 70 лет чистого мирного неба. Те люди, которые сегодня с нами, дали нам такую жизнь. Те люди, которые с нами сегодня нет, дали нам такую жизнь. Сегодня хор, который выступает перед вами. А во всей стране сегодня проходят праздники. Во всей стране проходят сегодня митинги. И в нашем Пушкинском районе уже много таких митингов прошло. И будет еще проходить хор, который перед вами сегодня стоит. В нем тоже есть наши ветераны. Делает он концерт, посвященный нашей великой победе. Гор Виктория. Целый батальон. Насчитывает более 50 человек. Дорогие ветераны, разрешите вас поздравить с наступающим праздником. Пожелать вам всем крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, чтобы вы оставались такими молодыми, озорными в душе. Человек, когда он озорный молодой, он всегда остается молодым. Возраст — только украшение человека, а душа — это его жизнь. Так оставайтесь всегда такими молодыми, веселыми. Мы будем на вас смотреть и брать с вас пример. Зная о таком хоре, который находится у нас в Пушкинском районе, Андрей Юрьевич Воробьев дал мне поручение поздравить хор, поздравить ветеранов, которые в этом хоре поют и выступают не только по Пушкинскому району, но и по всей Московской области. Хор выступал у нас недавно в Москве, на Бакронной горе 2-го числа. Ну, посмотрите, какие герои, посмотрите, какие молодцы, бравые солдаты, приятно смотреть. Я хочу зачитать благодарственное письмо от Андрея Юрьевича Воробьева нашему хору Виктория. Благодарность коллективу хору Виктория, войны и труда Виктория, Дома культуры города Пушкина, руководитель Герасима Марина Вячеславовна, за плодотворную и творческую деятельность и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и подрастающее поколение. От губернатора Андрея Юрьевича Воробьева вот такая благодарность. АПЛОДИСМЕНТЫ Женщине, майору, разрешите вручить букет. Она возглавляет этот наш женский почти батальон. Всех ветеранов, которые участвовали в войне, которые имели отношение ко мне, хочу лично вам в ноги поклониться и сказать огромное вам спасибо за победу. То, что вы сегодня создали и нам передаете в надежные руки, можете быть спокойно уверены, мы ничего не потеряем, копейка в копейку сложим и все, что есть, еще и приумножим. Низкий вам поклон. С праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ Я изменяюсь, но в любой дом мы приходим с подарком. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, он тоже не любит ходить с пустыми руками. И вот прислал нашим ветеранам сервис на 40 персон, чтобы они пили чай с самоваром, чтобы было интересно. Вот такой сервис, нормальная часть. Здесь, как здесь, места и покажут вам, как выглядит. Поэтому пейте на здоровье, разговаривайте, общайтесь, вспоминайте истории, учите нас молодых. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарственным письмом главы Пушкинского муниципального района награждается Пименова Зинаида Сергеевна, участница творческого коллектива хор ветеранов Виктории за активную жизненную позицию, большой вклад в творческую жизнь Пушкинского муниципального района. АПЛОДИСМЕНТЫ Награждается Питриченко Лариса Васильевна за активную жизненную позицию благодарственным письмом главы Пушкинского муниципального района. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарственным письмом награждается Зимарева Надежда Евстропьевна за активную жизненную позицию в рамках празднования 70-летия Победы. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарственным письмом главы Пушкинского муниципального района награждается Толокнова Зоя Ивановна, участница творческого коллектива Виктория. АПЛОДИСМЕНТЫ И награждается Попов Николай Ефимович за активную жизненную позицию большой вклад в творческую жизнь нашего района. АПЛОДИСМЕНТЫ Он спросил, тела наши будут двигаться или нет? Я говорю, да, будут двигаться. Есть некоторые проблемы. У нас в зале не хватает вентиляции. Там, где наш хор, там все это поет. И надо сделать по носке, где можно танцевать нашим ветеранам. Все помним, наведем порядок, обязательно танцевать будем вместе с вами. Спасибо. Спасибо за поздравление. Просим за несущее почетное место. Песня, которую мы вам представим, была написана композитором Матвеем Бландером на слова Михаила Исаковского. Впервые прозвучала в колонном зале Дома Союзов. В 1938 году в исполнении Валентины Батищевой. Многие из вас уже, наверное, догадались. Конечно же, это легендарная, известная на весь мир, любимая всеми, знаменитая Катюша. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все мои стихи и песни писал Булата Куджава не столько о войне, сколько против нее. Я рассказываю о том, что случилось со мной, с моими друзьями. Когда я еще был в учебном минометном дивизионе, уже четверо ребят с нашего арбатского двора были убиты. Но я об этом долго не мог писать. Альбом с фотографиями, школьный выпуск 41-го года. Это о них говорили, что мол, со школьной скамьи на фронт. Сидят на садовых скамейках, гримасничают, смеются в объектив. До того красивые парни, как на подбор. Хотя парни, это слово не подходит. Хочется говорить с окружавской интонацией. Мальчики. Потом мальчики погибли на войне. Все. Весь выпуск. Только в 1958 году Булат Куджава смог написать песню о своих друзьях. И называлась она «До свидания, мальчики». Ах, война, что ты сделала Богу. Дод gutenberg what they saw. Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы поднялись. Возрастели они доры. На пороги два помаячили и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Вы не прячьтесь в пути высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите вы, но все-таки постарайтесь вернуться назад. И себя не щадите вы, но все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ты поплая сделала? Вместо славы будет разлуки ты. Наши девочки платят за белые, раздалили сестрянка свои. Сапоги, ну куда? От них денешься до зеленых крыльев огонь. Пусть болтают, что верить вам не важно, что идете войной на руках. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, постарайтесь вернуться назад. Наши бабочки головы подняли, Возрослели они до поры. На пороги едва помочь начали и ушли. За солдат, солдат, до свидания, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, постарайтесь вернуться назад. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Господь вас спаси. И снова себя называли солдаткой. Как встань, повелось, о великой России. Звезами, измеренной чаще, чем верстами, Шел тракт, на приборках открывались в глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия взошлась. Как будто за каждой русской околицей Крестом своих рук ограждая живых. Всем миром сойдясь, наши братья молятся За в Бога не ведущих внуков своих. Ты знаешь, Алеша, наверное, Родина не дом городской, Где праздничный жил. А эти дороги, что дело не пройдут, С простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенской, Дорожной тоской от села до села, С Антонией Сиризою и с песней женской, Впервые война на дороге свела. Ты помнишь, Алеша, Баба Борисова, По мёртвому плачущий девичий крик, Вседая старуха в шалопчике Брисова, Весь в первом, как насмерть, Одетый исковик. Ну, что им сказать? Чем утешить могли, На горе поняв своим багиным черьём, Ты помнишь, старуха сказал, Родины, покуда идите, Мы вас подождём. Мы вас подождём, говорили лиса, Ты знаешь, Алёша, Ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища Остав позади, На наших глазах Умирали товарищи По русски рубаху, Рванув на груди, Наскули с тобою пока ещё милую, Но трижды поверив, Что жизнь уже вся, Я всё-таки горд был За эту, за милую, За горькую землю, Где я родился. За то, Что на ней Умереть не завещано, Что русская мать Нас на свет рыбла, Что в бой провожая нас Русская женщина Три раза по-русски Меня обняла. Короткая минута фронтового затишня, Низкая землянка, Бойцы пишут письма своим близким. Монотомно капает дождь В подвешенную К потолку жестянку. Из шума падающих капель Постепенно возникает Мотив печальной песни. Её пели в окопах И землянках, Мысленно обращаясь К родным и близким. Ты меня ждёшь, И у детской кроватки не спишь. И над колыбелью её пели тоже, Потому что в маленьких Затемнённых городах Эта песня очень помогала ждать. ПЕСНЯ «Утная ночь, Только дуры свистят от степи. Только ветер гудит провода, Тускла звёзды мерзают...» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Но это не только лирика, эта песня написана с высоким гражданским чувством и мужественной силой. ПЕСНЯ 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 19 апреля 1943 года в газете «Правда» было напечатано стихотворение Михаила Исаковского «Огонек», музыку которому стали сочинять многие известные музыканты. Однако автор мелодии, с которой эта песня обрела популярность, неизвестен. Впервые она прозвучала в 1927 году в исполнении Владимира Нечаева. Сегодня эта песня прозвучит в исполнении Римы Аскрущенко и Римы Лопатиной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 За Советскую Родину Ее пели все! Родилась она в 1941 году в Ленинграде. В дни героической обороны Севастополя была издана листовка с этой песней. А в 1943 году автор этой песни был удостоен государственной премии СССР. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь. Композитор Матвей Блантер и поэты Владимир Логовской Евгений Далматовский участвовали в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. Тогда же начал работать над песней, впоследствии получившей название «Моя любимая». Исполняет Леонид Чудновский. Исполняет Леонид Чудновский. Второй стрелковый храбрый зон теперь моя семья. Исполняет Леонид Чудновский. 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 С песней в пути легче идти, Только разведка в пути не поет, Ты не убежишь. Где-то сквозь снег Песни в смерть, Здесь лишь путит Новоклонная грязь. В мирном краю Сел так больно, Вспомни тихо, Проводит про себя Эти мальчики Мои. С песней в пути легче идти, Только разведка в пути не поет, Ты не убежишь. Прости. Музель Пурцева 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Киноэпопия «Великая Отечественная» запомнилась полюбившимся всем лейтмотивам песни, повествующей о любви к родному дому. Музыка Виталия Кельксмана, слова Георгия Ферри. «Березовые сны» Исполняет Олег Олейник. 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 Исполняет 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 Олейник. мероприятие за сегодняшний такой замечательный и проникновенный концерт. Вы знаете, в череде праздничных мероприятий, которые вот уже прошли в нашем районе, в нашем городе, мне кажется, что сегодняшний концерт, он стал очень заметным событием и ярким подарком для нас, для всех, для наших ветеранов. Поэтому еще раз вам огромное-огромное спасибо. И примите, пожалуйста, сладкий подарок. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, участники города, еще раз поздравляю вас с выступающим великим праздником, мира всем, добра и благополучия. Спасибо. Еще раз аплодисменты этого зала звучат для вас «Город Виктория». Дорогие наши ветераны, «Город Виктория» Дорогие наши ветераны, действительно наши. Благодаря вам нам есть, что помнить и есть, кем гордиться. Нижайший вам поклон и огромнейшее спасибо за наше мирное небо, за нашу жизнь, за возможность радоваться. Я поздравляю вас с этим великим праздником, желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, а самое главное, чтобы таким вот этим составом встретить наш следующий праздник. На рубеже войны и мира солдатам в касках боевых, как невзорвавшаяся мина, она казалась в первый миг. Еще рейхстаг дымил кудлато, в глаза распекел, словно страх. Еще горячим автоматом цепляли диски в горячах. Еще при фронтовом санбате кричал в бреду сержант вперед. Еще как черное проклятие фашистский падал самолет. Еще не высохли чернила победной маршальской руки. Еще стволы не зачехлили в победный миг фронтовики. Победа! Победа! Вот она! Победа! Прими ее, солдат, герой. Ты начиналась от рассвета июньской страшной упорой, От снов отцов непробудимых и величавой славы их, От глаз прощальных и любимых на всех перронах горевых. Ты начиналась беззаветно и увлекала за собой, Как лейтенант, срывая раны, ведет солдат в неравный бой. Была ты верой всенародной от первой огненной черты. Чем дальше ты уходишь годы, тем все яснее твои, Черты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Ведущий Николай Токарев Дорогие друзья, мы еще раз поздравляем вас с наступающим праздником Днем Великой Победы! С праздником! Субтитры подогнал «Симон»